Крепкий Орешкин 2 Серебряный дождь Время говорить Здравствуйте, Дмитрий Борисович Доброе утро Здравствуйте Вы единились? Объединился, да Я был в прошлый раз пропустил Потому что был в Екатеринбурге Там представлял свою книжку Где, кстати, про то, как Строится наше представление о прошлом Довольно интересно было Екатеринбург замечательный город Но, к сожалению, прогулял Нашу прошлую встречу А сейчас соскучился Здравствуйте всем Хочу сказать, что мы Твердым шагом идем к температурному рекорду Для ноября Да, кстати, да Отличная погода, прекрасно, удивительно Только еще бы солнышко Было бы отлично Только что вот это Я и на вот так согласна Лишь бы тепло Вот я замечаю Ну вот, понимаете, хотя Ну всегда есть Нет предела совершенства Потому что вчера был Мы единились с вами Да В едином трудовом И не только Трудовом порыве Боевом тоже И боевом И во всех порывах Президент Владимир Владимирович Путин Возложил цветы К памятнику Минину И Пожарскому И с этим я вот хотел бы Немножко остановиться На персоне князя Пожарского Очень интересный человек Очень яркий Может быть Один из самых последовательных Принципиальных Людей Того времени Но неоднозначный У нас он воспринимается Как вот такой герой Российского эпоса А на самом деле Все было немножко посложнее В частности Среди Польских историков И в польских архивах Сохранились Свидетельства Того Что он Присягал На верность Польскому Королевичу Владиславу У нас об этом Не любят говорить Но для того Чтобы понять Как это происходило Надо Ну просто Немножко точнее Знать Ту Историю Смутного времени Вот немножко Хотел как раз Про это и рассказать Тогда было В общем Три силы Шуйский Значит Это официальный Царь Василий Шуйский Непопулярный Славый Коррумпированный Вместе со своими Родственниками Ему была Московская Вы про тогда Рассказывали И сейчас Про тогда Про тогда 400 лет назад А что-то как-то Очень похоже В этом-то и прелесть На самом деле А понятно Значит Это Первая ветвь власти Вторая ветвь власти Это Тушинские Лжедмитрий Второй И присягнувшие Ему Многие Дмитрий Борис Вы когда делаете Тушинские И потом Паузу Тушинские Ребята Коннотация Такая Напрягающая Пауза Так Это значит Вторая группа Третья Это собственно Говоря Поляки Которые Ощутив Слабость России После того Которые Ее Расчехвостил И в смысле Демографическом И в смысле Правовом И в смысле Демографическом Иван Васильевич Грозный И оставил После себя Вытоптанную Пустыню Практически С огромным Количеством Вымерших Людей И запустел Ими Пространствами Туда Естественно Двинулись И Товарищи Из Варшавы Там В это время Был королем Жигемонт Или Зигемонт А у них Были очень живые Воспоминания О том Как Стефан Баторий Победил Войска Ивана Васильевича На западном фланге Иван Васильевича Грозного Имеется ввиду Так вот 24 июня 610 года Дмитрий Шуйский Был разбит Жалкевским Под Клушиным Войско Русское Разошлось Начальники Разъехались По домам И собственно говоря Власть Зашаталась Калуга Кашира Тула А вместе с ними И Коломна Целовали крест Лжедмитрию Второму На верность И Надо сказать Что Зарайские Обыватели А князь Пожарский Он был В Зарайске Сидел Они тоже Требовали Присягнуть Тушинским Вот Пожарский На это не пошел Он Заперся В Кремле В Зарайском Кремле Направил Пушки На посад И Начал Со своим Населением Переговоры Нашел Компромиссную Формулу Кто будет На московском Государстве Царь Тому и служить Потому что Было понятно Что В Москве На престоле Василий Шуйский Теряет позиции И Пожарский Торговался Своими же Людьми Зарайскими Зарайскими И нашел Более Лояльную Формулу Которая Удовлетворила Обе Стороны Форму Звучит Так Будет На московском Государстве По старому Царь Василий Который Присягал Пожарский Ему И служите А будет Кто иной И тому Так же Служите То есть Как там В Москве Разберутся А мы Зарайскими Определимся И будем Сохранять Верность Московскому Государству Тем временем Аристократические Роды Русские Старались Держать своих Людей И в Тушине И в Москве А некоторые Еще ухитрялись И при Сигизмунде Представителей Своих родов Держать Потому что Никто не понимал Кто воцарится Так вот Московская Оппозиция Временно Договорилась С Тушинскими Это Голицын Вратынский Захарий Липунов Брат Выдающегося Воеводы Рязанского Которого Звали Прокопий Липунов И в Москве Захватили власть Объявили на лобном месте О свержении Царя Заодно Они хотели Обмануть И Тушинских С которыми Вошли В союз Временный Но Тушинские Не сдались И Удержали контроль В результате Появилось Как бы Двоевластие А 27 августа Гетман Жалковский Жалковский Подошел К Москве Временное Правительство Заговорщиков Договорились С ним О приглашении На престол Царевича Владислава Владислав Он был Все-таки Гедеминович Он был Аристократ А это было Очень важно Для того Чтобы царь Был Законным Так вот Значительная часть Русской элиты Вступила в переговоры С поляками С тем Чтобы Воцарился На Московском Престоле Владислав С двумя Условиями Границы Московского Государства Остаются Прежними И Владислав Принимает Православие Это было Очень важно И тогда С посольством В Польшу Или Точнее говоря В Смоленск Где тогда Находился Сигизмунд Отправились Бояре Князь Голицын И например Метрополит Ростовский Филарет Батюшка Нашего Первого Царя Из Романовых Окольничий Князь Мизецкий Туда же Поехал Но Сигизмунд Потребовал Большего Он Потребовал Присоединения Смоленска К речи Посполитой И Выцарение Владислава Без его Перекрещивания Из католиков Православные На это Послы России Не были готовы Идти Их интернировали А началась Вот та самая История Которую Называют Пиком Смуты Значит Именно в это время Дмитрий Пожарский И присягнул Царевичу Польскому Царевичу Владиславу С тем Чтобы Тому Быть Царем На Руси Потом Ситуация Качнулась В другую Сторону И С Владиславом Каша Не сварилась Поляки Захотели Слишком Многого Началась Ну Прямо Говоря Гражданская Война Собственно Говоря В связи В связи с этим И появляется Легенда О Сусанине О котором Мы все знаем Но конечно Знаем Совершенно не то Что Было На самом деле У нас Образ Сусанина Представлен Прежде всего Ну Через оперу Глинки Жизнь За царя Как позже С вами Говорит Иван Сусанин Так С вашим Зарян Сейчас Фрагментиком Так На фоне Музыка Действительно Прекрасная Другой вопрос Что в действительности Она имеет Довольно Спорное Отношение Потому что Легенда О том Что Легенда Сусанин Сусанин Отвел Поляков Куда-то В лес И они там Заблудились Это по-видимому Все-таки Сказка Но на самом деле Его действительно Взяли поляки Его действительно Пытали У него Резали Из Спины Ремни Его Жгли С тем Чтобы он Показал Где Находится Царь Князь Михаил Федорович Это 13-й год Это Уже Состоялся Собор Который Признал Михаил Федоровича Царем Отчасти Признал Потому что Его влиятельный Батюшка Был в плену У поляков И соответственно Род был Слаб И Российские Бояре Думали Что Этот Царь Тоже Будет Слабеньким И Будет У них В руках Пешкой Так вот Действительно Были Польские Отряды Не где-нибудь А под Костромой Это 300 Километров К востоку От Москвы Это Значит Что Пространство Было Вообще Расколото Дезориентированно По нему Ходили Кто Хотел И как хотел Как говорил Граф Толстой Не Лев Николаевич А Алексей Константинович Поляки И казаки Казаки И поляки Нас паки Бьют И паки Мы ж без царя Как раки Горюем На мели Так вот Идея Или проблема Заключается в том Что выдающийся Русский историк Николай Иванович Костомаров Считал Сусанина Фигурой Вымышленной Такой эпической Он полагал Что нечего Было делать Полякам В трехстах Километрах К востоку От Москвы И скорее Там были Какие-то Или казацкие Дружины Или может быть Такие же Русские бандиты Которые хотели Взять Царя Михаила В заложники С тем Чтобы потом Его подороже Продать Такой собирательный Образ Да Но Вот здесь Очень интересный Сюжет начинается Потому что Василий Алексеевич Самарянов Это местный Естественно Испытатель Историк Краевед Провинциальный Историк Вступил В спор С Одним из Выдающихся Крупнейших Историков В центре И стал Стал собирать По своим Местным Костромским Прошу прощения Костромским Монастырям Архивы И выяснил Что да Были Там польские Или как-то Говорили Литовские люди Они были Под Костромой Они сожгли Там Захватили Железо Боровский монастырь Галического уезда Это всего 20 верст От той самой Деревни Домнино Где Жил Собя Прошу прощения Сусанин Сожгли Часть Монастыря В Солигаличе И Гетман Лисовский Там действительно Участвовал Таким образом Идея Костомарова О том что Поляков там Быть не могло Василием Алексеевичем Самаряновым Была проверена Документально Так что Сусанин был Похода Поляков И их Заведения В лесную Глушь В болото Не было Его в Домнине Пытали Он не указал Где находится Царь И через своего Зятя Известил Михаила Федоровича Его родню С тем что Его ищут И он успел Убежать в Кострому И спрятаться В том самом Знаменитом Монастыре Откуда и пошел Собственно говоря Этап Который назывался Династией Романовых То есть Заслуга Сусанина Бесспорно Другой вопрос Что это было все Не в лесу А происходило все В селе Тем не менее Замечательная Осталась Опера Остался очень красивый Миф Украшенный Там Лесным сюжетом Так или иначе Крестьянин Сусанин Государя Тогда еще не императора Царя Спас Это Правда Меня интересует Немножко другая история Почему Значит Историк Костомаров Называл Вот всю эту историю С Сусанином Анекдотом Который сделался Более или менее Общепризнанным фактом Меня интересуют Две составляющие Первое Значит Наше представление О прошлом Как вот Делаются Общепризнанные факты На довольно Зыбких Фактологических Основаниях И Второе Что же было С Россией В то время Если Поляки Могут ходить Совершенно Непринужденно И к западу От Москвы В Смоленске И к востоку От Москвы В Костроме Пишет Наши слушатели Что Северо-Восток За Ярославлем И вообще Как там оказались Поляки Потому что Это была Бесхозная Заброшенная Ничейная Разрушенная Почти ничейная Территория Потому что После Ивана Васильевича Который В нашей официальной Трактовке Ивана Васильевича Грозного Укрепил государство На самом деле Государство было Разорено Обезлюдено Разбежались Крестьяне Да и собственно говоря Аристократы тоже И некому было Оказать Сопротивление Это действительно Надо бы об этом подумать Потому что После Могучего рывка Иосифа Серионовича Сталина У нас через одно поколение Началась так называемая Перестройка На выжатой Обезлюденной Деградирующей Хозяйственной Хозяйственной площадке Которая называлась Россия Точно то же самое Было после Такого же рывка Ивана Васильевича Грозного Об этом Мы как-то Не очень Говорим Ну я не буду Говорить про то Что потом делалось Исторической памятью Потому что С Сусанином Играли Так же как Со всеми Историческими Фактами В 1935 году Николай I Переименовал Центральную площадь Костромы Из Екатеринославской В Сусанинскую Поставили Памятник Демута Малиновского Это такая Гранитная колонна С бюстом царя В основании которой Коленно преклоненная Фигура Сусанина В 1918 году Естественно Был сброшен И бюст Михаила И скульптура Сусанина Потому что он был Слугой Кровавого режима И к 30-м годам Памятник вообще Уничтожен А вот в 1938 году Сталин начинает Обратный процесс Державного восстановления Воспитания масс В 1939 году 7 августа Президиум Верховного совета СССР Переименовывает Малвитинский район Иерославской области В Сусанинский район А его центр Село Малвитино Село Сусанино Улица Сталина Сталина В Костроме Бывшая Лазаревская Тогда же В 1939 году Была переименована В улице Ивана Сусанина Точнее не тогда же Это и 52-й год Если я не ошибаюсь Еще при жизни Василия Сырёновича Сталина При том что Естественно В центре города Был еще и проспект Сталина Он остался Сталинским проспектом Бывшая Павловская улица Значит И соответственно Воздвигли новый Памятник Ивану Сусанину Взамен снесенного Он сейчас До сих пор стоит Это такой Фигура Русского крестьянина С грудью Как Арнольда Шварценеггера С таким Халатом Или с Я не знаю Тулупом И дубиной народной войны В левой руке С надписью Ивану Сусанину Патриоту Земли русской Ну Памятник так себе Но Кострома Все равно Замечательный город Всем рекомендую Кстати говоря Очень всем рекомендую Съездить И в Сарайске Совсем недалеко от Москвы На воскресенье Вполне хватит Там замечательный Кремль Очень красивый Прямоугольный А в нем Совершенно Современный Очень хорошо сделанный Исторический музей А рядом с Кремлем Еще и раскопки Палеолитические Я там работал В 80-х годах Это мамонтовая стоянка Примерно 15 тысяч лет назад И когда ты смотришь все это Ты понимаешь Насколько Ты встроен В эту историческую Конву Место отличное На высоком берегу Речки Остер Кажется Или осетр Нет Остера Она называется И что 15 тысяч лет назад Люди здесь селились Что 400 лет назад Построили каменный Кремль Как-то На мамонтов Они когда-то здесь охотились Это мамонтовая стоянка Когда здесь Не было лесов А была холодная Переглицальная степь По которой Гуляли мамонты И поскольку она была Бесснежной Они могли и зимой Кушать эту сухую траву И поэтому существовали А потом когда началось Потепление климата Ну не такое как сейчас А поярче Начался новый Последниковый период Выросли леса Мамонтам стало тесновато Снежный покров увеличился И они бедняжки с голоду А может быть потому что Их люди Повыбили Вымерли В общем 15 тысяч лет назад Здесь жили мамонты И охотники на мамонтов А 400 лет назад Уже был Кремль Который всем рекомендую Посмотреть Совсем недалеко от Москвы Ладно А мы живем в том самом Пространстве Которое Историческое пространство Которое скреплено Склеено Мифотворчеством И вот тут непонятно Как быть С одной стороны Миф надо уважать А с другой стороны Надо все-таки понимать Что это миф В связи с этим Хочу Приблизиться к современности Почти к современности 6 и 7 ноября 41 года Ну сегодня у нас 5 ноября Значит практически завтра И послезавтра Товарищ Сталин Выступает Один раз он выступает Как бы на Красной площади А второй раз На станции метро Маяковская Со словами О Великой Отечественной войне У нас есть фрагмент Давайте послушаем Давайте послушаем За 4 месяца войны Германия подвела 4,5 миллиона Солдат Германия истекает крови Ее людские резервы Истекают Пух возмущения Овладевает Не только Народом Европы Подпавшими Подвели Немецких захватчиков Но и самим Германским народом Который не видит Конца войны Так вот В 1947 48 49 50 Годах Было Издано Пятикратное Издание Книжки Которая называется И Сталин О Великой Отечественной войне Советского Союза Вот эта книжка Видеотрансляция Друзья На нашем канале В Юси Безусловно Это Аутентичное издание Безусловно Это издание Времен Сталина То есть никакие Последующие Злонамеренные Хрущевские Или еще какие-то Перемены Не могли Никак Повлиять На Это издание Так вот Товарищ Сталин Тех с половиной Миллионов Человек Ну а на следующий день Он говорит То же самое Про четыре с половиной Миллиона Человек Потеряны И сообщают Что еще несколько месяцев Еще полгода Может быть годик И гитлеровская Германия Должна Лопнуть Под тяжестью Своих Преступлений Ну годика Конечно не получилось Получилось Четыре года Великой Отечественной войны Но Если взять Вот эту книжку И посмотреть Все выступления Иосифа Виссарионовича Сопровождаемые цифрами То мы находим Очень интересные сообщения Ну например Через год Значит Седьмого ноября Сорок второго года Товарищ Сталин сообщает Что Я цитирую За время войны Красная армия Вывела из строя Свыше восьми миллионов Вражеских Солдат И офицеров Теперь гитлеровская армия Разбавленная Румынами Венграми Итальянцами И финнами Стала значительно Слабее Чем Была Осенью Сорок первого года В начале Сорок третьего года 23 февраля По случаю Дня Советской армии Он говорит следующее За двадцать месяцев Положение изменилось В оборонительных И наступательных боях Красная армия За время войны Вывела из строя До девяти миллионов Немецко-фашистских Солдат И офицеров Из них Не менее четырех миллионов Убитыми на поле воя Ну и далее До сорок пятого года Вот все эти выступления Василия Виссарионовича Представлены В книжке Пятидесятого В данном случае Года издания Она же Сорок девятого года была И если суммировать Все сообщения Иосифа Виссарионовича Сталина О потерях Гитлеровской Армии На восточном фронте То К концу сорок пятого года Вот так вот Из сухих цифр И фактов Приведенных Нашим вождем Получается Общая сумма Потерь Вермахта На восточном фронте Какая примерно Как думаете Ну если Он там по-моему В сорок втором Скал девять Да Но если накопительным итогом Я думаю Миллионов должно быть Двенадцать Четырнадцать Чуть-чуть не дотянули Шестнадцать А ну вот вы Шестнадцать миллионов Были уничтожены При том что По немецким Данным Все потери На восточном фронте Составили Пять целых шесть десятых Миллиона Там Из них Три с половиной Раненых Один миллион С хвостиком Пленных И примерно Один миллион С убитыми Но они врут Ну наверняка Даже Значит Из этого Простой вывод Что Ну да Если бы Если бы Шестнадцать миллионов Уничтожили То это примерно В три раза больше Чем цифра Представленная С немецкой стороны Но учитывая Что Население Гитлеровской Германии Было порядка Восьмидесяти миллионов Представить себе Шестнадцать Нейтрализованных На восточном фронте Просто технически Невозможно Это к вопросу О фашистских Потерях В представлении Иосифа Виссарионовича А когда война Кончилась Цифры начали Меняться А вот как они Начали меняться Давайте поговорим Через несколько минут Дмитрий Борисович Орешкин В студии Серебряного дождя Потапенко Будет Всем доброе утро У нас в гостях Дмитрий Борисович Орешкин И мы говорим Про смутное время Мы говорим Про современность Что почти То же самое Так я же сказал Про смутное время Ну да Мы с вами установили Что По словам Сталина Суммарных потерь Гитлеровцев На восточном фронте Было около Шестнадцати миллионов Человек Парадокс Что Ну при том Что реально Пять и восемь Точнее говоря Пять и шесть В вермахте И там еще Около двухсот человек Люфтваффе Двухсот тысяч Человек Люфтваффе И двадцать тысяч Кригер Маринер То есть моряки Значит В сумме По немецким данным Пять и восемь десятых Миллиона Человек Примерно втрое Завысил показатели Товарищ Сталин А что он говорит Про Что он не виноват Просто ему сведения Такие давали Ну да конечно Так работала система А шестого ноября Сорок первого года Нет Это мы с вами уже говорили Про ноябрь Давайте мы лучше Про конец войны Четырнадцатого марта Сорок шестого года Война кончилась Товарищ Сталин На деле Советский Союз Тридцать девять миллионов Потерь Что объясняет Торможение Экономического роста И так далее Но на самом деле Это заурядное Вранье Где-то Двадцать Может быть Двадцать пять Миллионов человек Были потеряны Нашей стороной Во время Великой Отечественной войны И у меня вопрос Собственно Тот же самый Что и по Случаю Немецких потерь Вот неужели В стране Советов Не было ни одного человека Который смог бы взять И суммировать Все цифры Товарища Сталина Касательно Гитлеровских потерь Наверное были Ведь Не глупее нас Были люди Но никто Не смел Не хотел Не намеревался Прикинуть на пальцах Как товарищ Сталин Обманывает Своих Сограждан То же самое И Про Население Ну Понятно почему Я уже имел удовольствие У этого микрофона Рассказывать Что с 30 по 40 год Из пятерых Начальников Центрального управления Народно-хозяйственного учета Были расстреляны Пятеро А Такой Госплановский Гуру Станислав Густавич Струмилин Кстати говоря Потомок Маршала Великого княжества Литовского Струмилла Такой был Станислав Струмила Так вот Этот Струмилин Он кстати Прожил почти 100 лет Благополучно Умер в 74 году Вовремя Соскочил С Поста Заместителя Центрального управления Народно-хозяйственного учета Ушел на черную металлургию И прославил он себя Фразой Которая звучит так Лучше стоять За высокие Темпы роста Чем сидеть За низкие Вот с тех пор У нас Поражающее воображение Цифры экономического роста Зафиксированы И поэтому Когда сейчас Мы Ежливо Говорим Что мы не слишком-то Верим Статистики Которые озвучивает Министерство экономического развития И Росстат Где кстати Тоже сменились За последние годы Трое руководителей Мы просто Понимаем Что это Старая Советская традиция В соответствии с которой Цифры Статистики Отражают Не какую-то там Объективную реальность А Неуклонный подъем С колен Это такая Генетическая болезнь Отечественной Статистики И есть смысл Все время Это Держать в уме И не слишком Доверять цифрам Которые нам Озвучивают С высоких трибун На самом деле Статистика Реальная ситуация Несколько хуже Чем нам Хотят Представить Я думаю Что Что же Вообще Надо было сделать С отечественной наукой Чтобы После того Как при царской России Статистики Там спорили О численности населения С точностью Плюс-минус Десятки тысяч Человек Сотни тысяч Человек Но даже уже Не миллионы То после войны Мы начали легко Играть десятками Миллионов То в ту сторону То в эту сторону С моей точки зрения Это очевидный признак Деградации Самого инструмента Познание реальности Который называется Экономическая Социальная Статистика В связи с этим Так у нас У меня Существует Смотрите Ну то что я По крайней мере Читал Что Разница Вот В этих Подсчетах Она связана Со следующим Что У немцев Очень Четко была Как раз Сама технология Построена Если вы заметите То у нас До сих пор Поисковые отряды Находят Массовые Даже не захоронения Массовые Захоронения Захоронения Их можно уже назвать Братские могилы Ну да Братские могилы Просто поля Где люди Просто костьми Ложатся Лежат А в Германии Такого уже нет То есть Они Все что Они ведут Учет у них Идут на Десятки Практически И практически По именам А у нас Это могут быть Там тысячи Но здесь Есть два варианта Первый вариант Что По самой системе Учета построена По разному А второе Что мы еще Умеем ее Подкручивать Потому что Даже если бы Пофантазировать И в Там не знаю В начале 39 года У нас У каждого Был бы Там Чип-код В руке У нашего бойца Это же вовсе Не означает Что у нас Бы Потери Попросту Говорят Для того Чтобы Не показать Что Как мы Героически Побеждаем Не подкрутили бы В наши потери Например В меньшую сторону А немецкие Больше Ну я и спорить Не буду Тут вот два метода Первый Учет А второе Умение Подкручивать Учет Яркий пример Это Те самые Не знаю Допинг Пробы Святая Правда Вот На мой взгляд В этом И проблема Потому что Мы Как общество Мы Деградировали От Вполнения Европейского Подхода К учету Населения Который Был Во времена Проклятого Царизма При всем Том Что я Совершенно Не собираюсь Идеализировать Просто Речь идет О качественном Научного Подхода К современному Который Стал В значительной Степени Мифологическим Цифры Играют роль Такого Красивого Орнамента На вот этой Иконе Которую Нам Рисуют Они не отражают Действительность Они отражают Победную поступь А это Несколько Разные вещи В связи с этим Вот я как раз И хотел Поговорить о том Что мы Ведь не только В этом смысле Откатились Куда-то В глубокое Прошлое Но вот Маленькая Частность Которая Совсем Недавно Проскочила Президент Боливии Эво Моралес Поблагодарил Президента России Владимира Путина За поздравления С победой На выборах Сообщает Нам РИА Новости Ну Международной Общественностью Боливийские Выборы Честными Справедливыми И равными Признаны Не были Моралес Опубликовал В твиттере Фотографию Поздравления От российского Президента И выразил Благодарность Владимиру Путину Назвав его Братом А Россию И Боливию Братскими Странами Ну и так далее Выражает Надежду на Продолжение Сотрудничества В области Торгово-экономических Научно-технологических Гуманитарных И других Областях На благо Народов Обеих Стран Вот это Интересно У нас обычно Братские Кому-то Чего попрощали Ну чисто По-братски Меня интересует Сам по себе Подход Вот Я бы хотел Обратиться К слушателям С вопросом Вот почему У Британии Например Там У Германии У американцев Нет братских Народов А у нас есть И почему Братья Всегда у нас Находятся Где-нибудь Далеко В Боливии В Венесуэле В Центральной Африке А украинцы Нам уже не братья Зато и сербы А вот сербы Да Тоже братские Они у нас Что-то там Выкупили Но судя по всему Они выкупили За наши же деньги Ну вот Может быть Кто-то Отреагирует На этот вопрос Но меня вот Интересует Можно Язык Повернется Сказать такую фразу Вождь Свободолюбивого Французского народа Эммануэль Макрон Принял в Елисейском дворце Лидера братского Немецкого народа Ангелу Меркель Вот как-то не получается У них У них по-другому У них суверенное государство И никакие они Не братья А термины Вот такого Братского родства Мне кажется Это тоже Кстати говоря Ну Не буду говорить Про дореволюционную Россию Там тоже были Братские сербы И Государь-император Вильгельму Кстати говоря Своему реальному Родственнику Писал письма Начинающиеся С обращения Любезный брат Но Мне кажется Что в этом есть Косвенный знак Какой-то деградации И понятийного аппарата До Рода Племенного Уровня Когда нам говорят Такие Обычные обороты Как например Там Вождь Я не могу себе Представить Чтобы Николай Александрович Романов Николай II Называл себя Вождем Российской империи Вождь Это все-таки Простите пожалуйста Для дикарей А для Для таких Оседлых Некочевых народов Термин Вождь Не употребляется Равно как И такие слова Как братья и сестры Братские народы Родина Мать Республики Сестра Народы Братья Это все Скорее Прилично Для такой Средневековой Общины Чем для 20-21 века Так вот Как и со статистикой Мне кажется Наша терминология Сталинскую эпоху Откатилась Достаточно Глубоко Назад И Мне Не хочется Почему-то Считать Эву Моралеса Братом Мне хочется Считать его Удачным Или неудачным Законным Или незаконным Лидером Боливии А наш народ Я считаю Достаточно Продвинутым Для того Чтобы он Не нуждался В вожде А нуждался В законно Избранном Лидере У нас вот Недавно был Съезд вождей В Сачах Мы собрали Все Африки Из Африки Ну да Вот это Немножко и тревожит Мы как бы Опускаемся До этого Родоплеменной Риторики Что Отражает Некоторую Деградацию Понятийного Аппарата Зато мы там Единственные Неповторимые Белые Вожди Ну Может быть Это нам льстит Но я не думаю Что единственные Неповторимые Потому что Эти братья Они тоже Нелыком Подождя До конца Этого Часа Друзья Продолжим Через Несколько Минут Крепкий Орешкин 2 Да именно Так Дмитрий Борисович Орешкин У нас вчера Не только Объединился А сегодня Он уже По-братски Обнимается Или не хочет Обниматься Хочу Хочу С сослушателями А с боливийскими А с боливийскими Не хочу По поводу Боливийских Кстати говоря Пишет нам Анна Не в качестве Ответа на ваш Вопрос Но как комментарий Боливийский лидер Даже выступая На генассамблее ООН Называет всех Братьями и сестрами Возможно Не стоит так Интерпретировать Его слова Ну я не знаю Как интерпретировать Но родственных Связей с Господином Моралесом Вроде как нет Ну может он просто Всех любит Ну такой вот По-братски Ну да По-братски У него все хорошо Кокос растет Разный Крокодил ловится Крокодил ловится Все прекрасно Поэтому братья и сестры Хорошо Дай бог здоровья У нас осталось Еще несколько минут Я хотел бы их Еще одному Интересному сюжету Посвятить Запрещенная в России Террористическая организация Исламское государство Подтвердило смерть Абу Бакра Аль Багдади Сообщает рейтерс Со ссылкой на агентство АМАК Близкое к боевикам Также Исламское государство Подтвердило Что убит И его ближайший помощник Абу Аль-Хасан Аль-Мухаджир Новым лидером Стал Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Кураиши Ранее его имя Не было известно И возможно Это просто Новое название Бывшего Иракского Военнослужащего Хаджи Абдулы Аль-Афари Которого ранее Называли Преемником Аль-Багдади Короче говоря Руководителя Исламского государства Американцы Убили Я напомню Что представитель Министерства обороны Генерал Коношенков Говорил Что У российской страны Нет Фактов Подтверждающих Это убийство Зато Два года назад Тот же Генерал Коношенков Сообщал Что Нашими Силами Уничтожен Тот самый Руководитель Исламского государства Еще за два года До его смерти То есть У господина Коношенкова Есть по-видимому Дар Предвидения Меня интересуется И с этим Мало ли в Бразилии Педро Ну да Мало ли Аль-Багдадей В Исламском государстве Возможно Мы убили Кого-то другого Тогда Американцы Не подтвердили А сейчас Президент Трамп Рассказал Что Аль-Багдади Убили 27 октября На севере Провинции Идлиб В Сирии И позже Было опубликовано Большое количество Видео Касающихся Этой Гибели Более того Это вот Из последней информации Associated Press Пишет о том Что вчера Была задержана Сестра Аль-Багдади Ей 65 лет Задержана была 4 ноября В городе Азас На севере Сирии Который контролирует Турецкие власти Женщину нашли В грузовом контейнере Прицепе Где она жила с семьей Вместе с ней Задержаны ее муж Невесткой Пятеро детей И взрослых Начали допрашивать Больше никаких Подробностей Пока не приводится При этом Трамп Опубликовал В своем твиттере Каллаж Награждение Собаки Которые Сначала ее Безымянной Звали Чтобы ее Не покарали Террористы А теперь Рассекретили Ее имя И по странному Совпадению Ее называют Конон У нас генерал Коношенков А у них Значит Боевой пес Конон Опубликован Твиттер Вот с этим Самым награждением Где как бы Президент Одевает На шею Собаке Орден Самому президенту Эта картинка Понравилась Он поблагодарил Ее сочинителей Хотя Он Прямо назвал Что это как бы Игрушка Меня интересует Вот какой вопрос Если наше Министерство обороны Заявляет Что У него нет данных О том Что Американские Спецназовцы Захватили Место Где прятался Аль-Багдади И соответственно Его убили То Каким образом Американские Пять вертолетов Могли проскочить Через ту территорию Которую контролируют Военно-космические Войска Российской Федерации Или они Не видели Эти Пять вертолетов Или они Нам Вкручивают Опять очередную Какую-то сказку Просто думали Что это Ребята Летят так На рынок Да Вот видите Вы все знаете С собакой Ну Собака просто Да Понюхать там Качество продуктов Все объяснили Мне обидно За генерала Коношенкова Потому что Собаку Конана На следующей неделе Президент Соединенных Штатов Пригласил Белый дом А вот Нашего генерала Даже Не наградили Ничем За то Что он так Последовательно Отстаивает интересы Российской Федерации И Военно-космических сил Таким образом Мы С победой Выигрываем Идеологическую Войну Потому что Пентагон Опровергает Наше сообщение Мы Опровергаем Сообщение Пентагона Но в конечном счете Оказывается Все-таки Что Пес Конан Свою работу Выполнен Он был ранен Вернее Не то чтобы ранен Он наскочил На обнаженные Электрические провода И получил поражение Электрическим током Вот сейчас Его везут Из Сирии На самолете С тем чтобы На этой неделе Он был Приглашен В Белый дом Где соответственно Возможно ему Какой-то орден И вручат Но собственно говоря У нас осталась Одна минутка Даже меньше 15 секунд Даже меньше Для того чтобы Подумать о том Вот как все-таки Устроено То самое Мифологическое пространство В котором Мы с вами Существуем И кому в конечном счете Верить Дмитрий Борисович Орешкин был в студии Серебряного дождя До следующей недели Прощаемся С Дмитрием Потапенко Расстаемся до завтра До 8 часов До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok